Всем привет! Меня зовут Ира и вы на моем канале. Сегодня хочу вас познакомить со своей сестрой Мариной, которая приехала ко мне в гости сейчас. Я воспользовалась случаем и предложила ей снять совместное видео слепые затесты. Я видела такое видео у других блогеров, но у меня никогда не было компаньона, как бы я могла это снять. Вот. Еще такой момент. Мне кажется, что я очень хорошо знаю все свои ароматы. Не знаю, чем руководствовалась Марина, когда она их выбирала. Я не видела, что она выбрала. И давайте будем начинать и посмотрим, смогу ли я угадать свои ароматы или вычленить, по крайней мере, какие-то ноты. Ну, давайте начнем. Марина может поздороваться. Всем привет! Итак, начнем. Парфюм номер один. Да, ты показываешь, не забывай. Я пока отвернусь. Вот. Да, хорошо показываешь, чтобы было видно. И Марина нанесет аромат на импровизированные блокеры. Ровная. Да, так в стороночку только. И ты спрячешь флакончик, и тогда я посмотрю. Есть. Так. Ну, давайте будем пробовать. Ой, что-то такое знакомое, свежее. Вот прям крути, Саша, что же это такое? Ой, какие-то... Как будто вишни свежие. Только что помытые. Я знаю этот запах, но я не... Не могу вспомнить. Он однозначно, ну, какой-то летний. Такое знакомое. Ну, понятно, это же мои ароматы, но я не могу. Ну, у меня сразу ассоциация, как будто я принесла с рынка черешни или вишни, и, значит, набрала тазик с водой и окунула туда эти черешни. Вот такие вот впечатления. Но все равно не вспомню. Не знаю, но думаю... Ну, ассоциация вот такая вот. Давай, показывай мне, что это было. А-а-а! Вишни, видите? А это все-таки не вишни, это у нас аметист от Лолик. Это все-таки свежие ягоды, да? Ну, аромат действительно немножко такой он, ну, водяной, я бы сказала. Он пахнет смородиной, но здесь все-таки вот это ежевика, да? Да, я, скорее всего, спутала ежевику такую водяную с вишней. Вот такой вот первый аромат у нас был. Ладно, давайте в следующий. Я отворачиваюсь, и Марина будет показывать вам следующий флакон, который она выбрала. Все, да? Все. Ого! Мощно! Ну, да, почули, я сразу узнаю, что это. Это шариоль. Это быстро я угадала. Это шариоль, правда? Ну, да, вот он, он. Ну, он очень узнаваемый. Здесь почули очень напоминает почули от Шанель, но такие больше грубые, наверное, более такие напористые. Поэтому угадать этот аромат не составило никакого труда. Давайте следующий. Отворачиваюсь. Очень интересно. Номер три. И так. Пожалуйста. Ого! Тоже такое довольно мощное распиление. Вот опять что-то знакомое, но... Это вишня. У меня сегодня вишню везде преследует. Да, я знаю, что это за аромат. Потому что на самом деле это не вишня, это лавровый лист, который маскируется под вишню. Вернее, не под вишню, а под вишневую косточку. Это лалик. Я практически уверена в этом. О, де парфюм. Да, да. Да, да. Я угадала. Я уже говорила неоднократно, что вот в этом парфюме я слышу треснувшую вишневую косточку. Ну, как бы первые секунды я растерялась, но потом, в общем, вспомнила, что да, это так звучит именно вот этот лалик. О, де парфюм. Очень классный аромат. Потом он, вот эта вишневая косточка, она уходит в такую ванильную запудренность какую-то. Аромат достаточно пудровый тоже. Очень классный парфюмчик. Ладно, давайте четвертый. Я уже слышу, свои обонятельные рецепторы немножко начинают давать заднюю. Ну, посмотрим, сколько ароматов я выдержу сегодня. Так, номер четыре. Ты флакончик показала, да? Угу. Хорошо. Пожалуйста. Пожалуйста. Угу. Здесь уже не такой мощный. Распыление. Но имбирь с перцем? Я теряюсь в догадках, но, скорее всего... Скорее всего, это мандарин и дак. Есть. Да. Потому что, ну вот, не знаю. Да, я же говорила, что я очень хорошо. У меня не такая большая, огромная коллекция, как у других блогеров. Поэтому, наверное, я очень хорошо знаю свои ароматы. И я довольно часто провожу такую ароматерапию, когда я просто открываю, значит, свою коробку с парфюмами и вдыхаю, вдыхаю, вдыхаю. Провожу такую ароматерапию. Странно, что я услышала здесь имбирь на начальных нотах. Я терялась между Арманд Басси и вот этим мандарин и дак. Но буквально пару секунд, и я вычленила черный перец. Я не знаю, какой здесь перец, черный или красный. Но когда-то я наносила очень обильно этот парфюм на себя и чихнула, наверное, раза четыре. Поэтому этот перец здесь очень-очень солирует, очень хорошо слышен. Так, дальше. Давайте следующий, пятый. Как-то даже неинтересно, я все угадываю. Да, я думала, будет сложнее, пожалуйста. Так, следующий аромат. Это уже более такое что-то интересное. Это ветивер. Опять я предчувствую, что это новинка в моей коллекции. Потому что я не слышала, ну, я мало слышала его, да. Но я просто вот по ощущениям, мне кажется, что это недавнее мое приобретение. Это Living от Lalique. Думаю так. О, нет, это я не угадала. Класс. Класс, что вот так вот, да. Потому что, ну, как-то неинтересно все угадывать. Это оказался Beauty от Calvin Klein. Почему мне показался, вот он на блотере, что это ветивер? Вообще не знаю. Но, кстати, вот что-то есть. Есть что-то такое, знаете, грубоватое. На коже это просто прекрасный тонкий жасмин. А на блотере немножко в деревяшечки какие-то он ушел. Не знаю, возможно, здесь заявлены деревяшки или ветиверы. Я не знаю, почему я здесь услышала. Возможно, это ошибочно. Но вот круто, что я не угадала, потому что я думала, что я прям все здесь угадаю. Ладно, давай следующий. Из пяти два угадали. Ну, опять-таки, это потому что коллекция довольно небольшая. Прошу. Прошу. Вот это как раз-таки Living Code Lalique. Да, это он. Да, это он. Я перепутала. Я перепутала вот эти два парфюма. Не знаю. Если честно, я не изучала пирамидку. Я не знаю, или здесь содержится жасмин, заявлен. И не знаю, или здесь заявлен ветивер. Но вот на блотере они мне показались немножко схожими. Но они совершенно разные, конечно. Это совершенно разный аромат. Это больше в унисекс уходит. Это здесь очень яркий ветивер. Здесь, ну, возможно, какие-то деревяшки заявлены. Я не знаю. Так, сколько мы уже? Шесть. Еще у нас два, да? Седьмой. Седьмой. Давай. Пожалуйста. О, этот аромат я знаю. И мне кажется, что я даже хочу от него избавиться. Я даже не знаю. Это очень ликерный аромат. Очень амбровый, насыщенный. Такой густой. Знаете, как вишневая наливка. Я его узнаю. Это гепарлиз. Он очень насыщенный. Напоминает мне Роберто Кавалли. Классический. Да. Это гепарлиз. Я угадала. Это сенсейшн от гепарлиз. Он напоминает... Он напоминает мне Роберто Кавалли. Напоминает мне немножко Антонио Бандерас классический секрет. Я не знаю, нужны ли мне три похожих аромата. Возможно, я буду от этого избавляться. Не знаю. Он очень насыщенный. Прямо переслащенный такой наливка. Вишнево-виноградная. Если что, я могу забрать. Так, номер восемь. Последний. Последний. Надеюсь, я его не угадаю. Это очень свежий аромат. Аромат унисексовый. Однозначно. Он уходит в унисекс. И я не знаю, что это такое. Я не знаю, что я здесь слышу. Я слышу здесь мужские нотки. Вот это... Аромат с уклоном в мужскую сторону. Ну, унисекс больше для мужчин, наверное. Но я люблю такое. Давненько я, наверное, не слушала вот этот парфюм. Потому что я вообще не угадываю что-то такое. Нет, могу только сказать, что это унисекс в мужскую сторону. Не знаю. Барабабам. О! Это оцелот от Сальвадора Дали. Почему я сказала, что он унисекс? Ну, наверное, так. Видите, как интересно вслепую. Здесь... Это шипр. Это шипр. И это пачули. Класс. Но я недавно о нём говорила, кстати. Я только буквально вчера подносила крышку к своему носу. Но на бумаге я его не узнала. Вот такая вот интрига. Вот и всё. Вот такие вот 8 парфюмов получилось. Надеюсь, это видео вам понравилось. И мне понравилось угадывать ароматы. Я не угадала. 3, да? 3 из 8. То есть 5 я угадала. Не знаю. Возможно, мы ещё когда-нибудь снимем такое видео, если вам будет интересно. Если вы хотите, поддержите меня пальчиком вверх. Сейчас всем спасибо за просмотр. Всем пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok